Ну и наконец, последний урок в этом видеокурсе, и наверное самый короткий, это проплагин Transpose Master. Он нужен, чтобы облегчить позиционирование сложных моделей, состоящих из множества подобъектов. Вместо того, чтобы передвигать, вращать и масштабировать каждый подобъект по отдельности, этот мастер генерирует временную версию модели, в которой все элементы слиты в единую сетку. Вы придаете ей нужную позу, а плагин соответствующим образом корректирует положение всех подобъектов оригинальной модели. Давайте сейчас загрузим из папки Tool Demo Solder. И как мы знаем, что он состоит из множества подобъектов, если откроем суполитру Subtool, видим здесь много подобъектов. И чтобы нам все это не двигать, открываем Z-Plug и Transpose Master. Нажимаем вот эту кнопку T-Post Mesh, и в результате будет сгенерирована временная версия модели. В которой все подобъекты уже слиты воедино. Вы легко можете работать над позой персонажа, используя манипуляторы трансформации. Манипулятором мы уже с вами умеем работать. Был этот урок. Забыл нажать Edit, так что не забудьте. И давайте что-нибудь повернем. Допустим, вот эту левую руку. Для этого возьмем маску. Допустим, вот лассо. И маской отметим все, кроме этой руки. И повернем ее. Установим манипулятор. Ну и как-то, ну допустим так, не важно сейчас, что я сделаю. Конечно, тут более аккуратно надо было сделать. Допустим так. Теперь нажимаем вот эту кнопку. Транспозиция под объекты. И ZBrush начнет процесс копирования позы на оригинальную модель. Применять плагин можно столько раз, сколько вам нужно. Но всегда проверяйте, чтобы на оригинальной сетке не было масок. После работы плагина, как правило, требуется подчищать некоторые зоны поверхности. Устраняя искажения. Вот какие здесь были сетки различными кистями. Вот и все. Закончился наш видеокурс. Надеюсь, он вам помог разобраться в этой программе. А я с вами прощаюсь. До следующего видеокурса. Субтитры сделал DimaTorzok